Четыре вещи, которые народы видели об Исааке. Исаак является прообразом Иисуса Христа, потому что он имел отца Авраама, и ради Авраама был благословлен Исаак. Исаак имел одну жену, и эта женщина была Ревека. И когда он двигался по своим путям, исполняя пророчество Аврааму, то настал момент, когда Исаак однажды сам получал пророчество в свою жизнь, и его личные отношения стали сильными. Сначала были отношения отца. Бог благословлял Исаака ради Авраама. Но наступил момент, когда Исаак стал быть благословлен ради него, и Бог по праву стал называться «Я – Бог Авраама Исаака». И Бог желает, чтобы мы вошли в тот сезон, когда Бог называется моим Богом, когда я сам Его знаю, когда я хожу с Ним лично, и когда я сам лично переживаю с Ним откровения, не ради пастыря, не ради отца, не ради церкви, а ради меня. Когда Он со мной говорит, когда Он меня благословляет, когда Он ко мне приходит, когда Он меня любит и открывает мне. И четыре вещи, которые народы видели об Исааке, я верю, что они должны также эти четыре вещи видеть о церкви, о нашей церкви, о нашем братстве. Это написано в бытие. Жители вместо того спросили о Ревеке, жене его, и Он сказал, «Это сестра моя, потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня», думал он, жители вместо всего за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Конечно, место не очень славное, потому что он шел, нес грех своего отца. Авраам однажды также поступил. Я не знаю, знал ли об этом Исаак или нет. Может быть, нет. Просто это повторилось. А может быть, и да. Знаете, грех путешествует из поколения в поколение. Поэтому мы должны знать это. Но эти народы, соседи, видели красоту Ревекки. И народы должны видеть красоту церкви. Это дух царский. Как сегодня вот вышла сестра и стала свидетельствовать. Смотрите, 11 месяцев в заключении и она свидетельствовала. Мы видели то видение, когда узник, епископ Иван Петрович простирал ей руку из облака и сказал, «Приветствую тебя, сестра». И там было облако узников. И вы знаете, будут силы, которые будут ломать нас. Мы не знаем себя, пока мы не попадаем в критические обстоятельства. И потом проявляется человек. Вы знаете, когда сестру посадили, молодежь думала, что через месяц ее отпустят. Потом через два, через три, потом стали унывать. Я слышал уже об одного узника, когда убивали братьев, что молодежь унывала, потому что страх приносит уныние. Но другие скрепились и поняли, что это что-то серьезное. Некоторые из вас перестали за нее молиться, потому что вы забыли. Ваши заботы были важнее. Вам не было так важно, что она страдает. Вот ее пока нету здесь. Не было так важно, как она страдает. Вы были заняты собой. Это, может быть, не сильный грех, но вы понимаете, если бы это у вас был близкий человек, вы бы, наверное, бели себя по-другому. И что для вас тело Христа? Что для вас является Церковь Божья? Я считаю, что это верность, когда ты просто продолжаешь себя двигать в этой верности. Ты продолжаешь себя держать в тонусе. Это верность. Это есть красота. Верность – это красота. Человек неверный, он омерзителен. Как бы он красиво ни говорил, как бы он круто ни выглядел, он безобразен, потому что он предатель. Предателей даже дьявол не уважает. Он их использует. Дьявол любит верных дьяволят. А Бог тем более. И верность Церкви – это есть ее красота. А ты верный. А ты верный, брат. А ты верная ли сестра? Вторая вещь, что видели народы об Исааке. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своей. И тогда он стал его ругать. Что такое? Едва мы не там… Один из нашего народа не согрешил с ней, как бы не взял там жену или что. А ты что творишь? Ты же сказал, что она сестра. Он увидел, как они играют. Ну вот, понимаете, это муж с женой. Там любовь. И он где-то посмотрел в окно и подсмотрел. И увидел, что Исаак вел себя с Ревеккой не так, как брат с сестрой. Они увидели любовь Исаака к Ревекке. И народы должны увидеть нашу любовь к Иисусу. Нашу любовь к поклонению. Нашу любовь к проповеди. Нашу любовь к церкви. Они должны увидеть нашу любовь. Видят ли они Твою любовь к Господу? Твоя любовь, она видима? Вы знаете, многие люди живут так, что даже никто не знает, что они верующие. Они так ходят на работу, что годами люди не знают, что они в церковь ходят. А за некоторыми надо следить, чтобы узнать, что они в церковь ходят. Потому что когда у них спрашивают, а ты куда ходишь по воскресеньям? Ну, в одно место. Я занят. Я помню, как одна сестра за другой сестрой подследила, что она ходит церковь. И потом попала в церковь и покаялась. Народы увидели любовь Исаака. Пусть Господь даст нам такую любовь, нескрываемую, которую мы открыто выражаем. Не боимся ничего. Не боимся ничего. Потому что Господь наш страх. Наша любовь и обожание Господь. Говорит, если бы я поймала тебя на улице, схватила бы тебя, привела бы... Ну, к маме, конечно, надо сразу тащить. Потому что к маме притащил, значит, женится. К маме, в комнате родительницы. Если бы ты был брат, я бы тебя целовала на улице, никто бы не осудил меня. Вот ее мечта. Свобода в любви. И пусть эта свобода, которую нам даровал Христос на Голгофе, уже сейчас придет. Я просто высвобождаю эту свободу, чтобы ты свободно выражал свою любовь. Аллилуйя некоторые боятся сказать громко. Маранафа громко боятся сказать. Аминь громко сказать. Подумают еще, что я верующий. Третья вещь. Авимилек сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Они видят наше возведение в силе благословения. Окружающие нас народы должны видеть наше возведение. Люди, окружающие нас, должны видеть наше возведение в силе. В силе благословения. Я не говорю о том, что у нас должны быть последние марки машин, от кутюрье все. Не в этом дело. Но духовное. Духовный рост. Духовная слава. Когда ты смотришь на человека, которого долго не видел, ты посмотри, как он возрос в Господе. А потом встречаешься и думаешь, отслушай, а ты в церковь ходишь вообще? Он говорит, конечно. Я на прославлении стою. Я помню, мы с Эдиком поехали в одно место, и он служил и наставлял, потому что верующий вел себя так, что не был похож на верующего. Иисус. Удались от нас, потому что ты сделался гораздо сильнее нас. Пусть они видят наше возведение в благословении, в духовности. Встречаешь человека через годы, а он мирской. Слова мирские, как написано. Они говорят по-мирски и думают по-мирски, потому что они мирские. А мы говорим слова Божьи, потому что мы Божьи. Давай, иди ко мне. Проведем с тобой несколько времени. Замучаешься. Только о Господе будем говорить с тобой. Они знают, потому что я принимаю решение двигать себя в этом. Хоть как ты меня называй. Религиозником, я не знаю, законником. Я наслаждаюсь Иисусом. Мне ничего не надо, кроме Него. И кроме того, что Он мне повелевает. Слава моему Господу. Четвертое. Да ладно! Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобой, потому мы сказали, поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя. А делали тебе только одно доброе и отпустили тебя с миром. Тебе ты, теперь ты благословен Господом. То есть они ясно увидели, что Господь с тобой. Я хочу сегодня тоже принять это наделение и высвобождать это провозглашение, чтобы люди ясно видели, что Господь с нами. Не в том, что у нас все хорошо. Вы знаете, я недавно слушал о первых христианах, вчера вот молодежь слушала о Игнатии святом, о Поликарпе, которые были там, ученики Иоанна, читали письмо Поликарпа, как он просил церковь не ходатайствовать за него перед Кесарем, за то, чтобы его не бросали в Колизей зверям. А он умолял, что бросьте меня, я хочу быть растерзанным зверями. Не трогайте Поликарпа, вам до него еще далеко не дотянуть. Это был епископ, ученик апостолов. И он сказал, я хочу быть терзаемым зверями, я хочу умереть за своего Господа. Пусть они терзают мое тело, и моя душа пойдет к моему Спасителю. И он добился своего. Он получил эту мученицкую смерть и вошел в это облако свидетелей. И эти первые христиане говорили, что очень часто у них были проблемы в браках. Очень часто у них были несчастные судьбы. Потому что тот уровень посвященности, который был у них, он был так высок, что они должны были полить своей кровью основание церкви. И они заложили фундамент посвященной церкви для будущих поколений. Эти христиане были апостольскими христианами. Потому что следующие поколения должны были на что-то встать. На их платформу. На их платформу полного посвящения Господу. Они не хвалились своим счастьем, они хвалились Господом и верностью, даже в вузах. Вы знаете, некоторые говорят, это вам возможно было избежать. Нет. Нет, дорогой, нет, дорогая. Есть вещи, которые нельзя избежать. Когда тебя спрашивают, ты христианин, ты не можешь этого избежать. Ты должен сказать, да, я христианин. Когда тебя давят на то, чтобы ты отрекся или предал своего ближнего, или отрекся от своего ближнего, сказал, ладно, он там сумасшедший, он там слишком сильно верит, но ты-то нормальный. И ты переходишь на эту сторону, становишься с нормальными, ты отступник. Ты не можешь отречься от Него. Есть вещи, которых невозможно избежать. И эти люди видели в Исааке семя Авраама. Они видели, что он благословен у Господа, что Господь с ним. Не через то, что у него зерна было больше, чем у него, а потому что в нем была живая вера. Я сегодня благословляю вас этим словом. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем, помолимся.